Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я замужем и мне навязчиво желание общаться с другими мужчинами, постоянно переписываясь в социальных сетях, регистрировалась на сайтах знакомств, потом удаляла анкеты. Ни с кем не встречалась на меня со мной, начало пугать, начало пугать мое поведение, не хочу урушить семью. Муж мало разговаривает со мной, после работы обычно молчит, на работе тоже работаю с мужчинами, обычно они общаются только между собой. Подруга была одна и перестала с ней общаться, мне казалось, что она меня использует. Сегодня плакала из-за того, что из-за этого считаю себя плохой, раз поступаю так. Скажите, это связано с недостатком общения или есть что-то большее? Возможно, мне стоит сменить работу, где будет больше общения? Такой вопрос. Итак, в первую очередь, давайте разберем ваш текст более подробно. Я замучил, мне навязчиво желание общаться с другими мужчинами. Значит, замужество. Здесь необходимо представить картину замужества. Как вы общаетесь, в каких отношениях с мужем и так далее. Если что-то вас не устраивает, во всем ли вы удовлетворены и прочее. Что общего между вами и вашим мужем? Чувствуйте ли вы общая цель, чувствуйте ли вы близкие, то есть есть доверие и контакт и так далее. Чувствуйте ли вы себя женщиной с ним? Это важно. Далее, навязчивое желание общаться с другими мужчинами. Как вы понимаете, общение с мужчинами, это лишь форма желания, но не его предмет. Необходимо увидеть предмет вашего желания. Чего вы хотите через это общение, что вам нужно. Общение – это лишь средство. Ну вот. Мне здесь показалось, в части, где вы пишете, что постоянно переписываюсь в социальных сетях, регистрировалась на сайтах знакомств, потом отдалял анкеты. Мне в этой части показалось, что речь идет о том, что вы стыдите своих желаний. Стыдите себя. Ни с кем не встречалось, но меня начало пугать мое поведение. Не хочу рушить семью. А что есть семья? Что есть семья? Какое значение для вас семья имеет? Семья – это история про то, что вот я жена, он муж, и мы живем как соседи – это семья? Нет? Муж мало разговаривает со мной, после работы обычно молчит. А как так вышло? Как так вышло? Всегда ли так было? Или началось вот? Только вот. В каком-то, ну, в какой-то момент. В работе тоже работают с мужчинами, обычно они общаются между собой. Это, мне уже кажется, связано с тем, что вы четко разграничиваете мужчин и женщин. И не считаете, что у вас с мужчинами может быть что-то общее. В этом ключе, если вы в общении с мужчинами в основном только флиртуете, например, и не обсуждаете с мужчинами ничего серьезного, это подтверждается. Подруга была одна, и я перестал с ней общаться, мне казалось, что она меня использует. То есть у вас одна подруга говорит о том, что вы тяжело сближаетесь с людьми, а то, что вам кажется, что она используется – это проблема самооценки и личная граница. Дело в том, что люди все друг друга так или иначе используют, но вопрос заключается в том, чтобы я был внимателен к тому, чего я хочу и не хочу. Тогда использование будет невозможным. Сегодня плакал из-за этого, считаю себя плохой, раз так поступаю. Это вот как раз про обесценивание, про волосы, выстудить свои желания. Вероятно, своего мужа вы выбирали, скажем так, именно что выбирали. То есть вот ты будешь моим мужем. Просто чтобы быть моим мужем. Не чтобы быть партнером, да, не чтобы быть там мужчиной, а именно мужем. Связано это с недостатком общения. На мой взгляд, недостаток общения вашего является следствием чего-то большего. Того, о чем я сказал. Смена работы не поможет. Вы останетесь тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитры... Продолжение следует. Должение следует... Продолжение следует...